Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю очень простой, но в то же время очень утонченный торт. Это медовик. Медовик я буду готовить по рецепту Ирины Хлебниковой. Она мне очень нравится, у нее очень простой и понятный рецепт. Я его повторил, и тортик получается просто идеальным. Это то, что я люблю, чтобы в торте было все понятно, все по граммчикам. Для того, чтобы приготовить тесто для торта медовика, я использую мед, сахар, соду, домашний маргарин. Ссылочка, как приготовить домашний маргарин, вот здесь, вверху на видео. Также вода, яйца и мука, и соль. Сейчас я растоплю мед и соду. Для того, чтобы торт медовик получился очень вкусным, я сейчас приготовлю крем. Крем будет из вареной сметаны. Я беру сметану 15-20% жирности. Я не буду ее отвешивать, чтобы отделить от нее сыворотку. И добавляю к сметане сахар. Ставим все на водяную баню и увариваем час-полтора. Я высыпаю сахар в сметану. Сметана уже греется. Мне этот крем очень нравится тем, что он готовится очень просто. И сметана будет густая. Крем получается нежный и очень вкусный. Мед я разогрел на температуре 70 градусов. Я использую только натуральные продукты, поэтому мед у меня тоже натуральный. Высыпаю сюда соду. Сейчас пойдет реакция. Сода начнет пениться и увеличиваться в объеме. Вот так красиво получается. Мне всегда нравится, как сода начинает пениться. Теперь добавляем сюда водичку. Хорошую щепотку соли. Соль выступает природным усилителем вкуса. И сахар. Опять ставим все на огонь и нагреваем до температуры 70-80 градусов. Сахар почти полностью растворился. Я использую кастрюлю с толстым дном, чтобы ничего не пригорело. Я прогреваю медово-сахарную смесь до легкой карамелизации сахара, чтобы смесь стала слегка золотистая. Медово-сахарная масса прекрасно карамелизировалась. Вот такой богатый цвет. Я сюда высыпаю домашний маргарин. Аромат меда. Ой, как мне нравится. Маргарин или масло сливочное полностью должно раствориться. Если эта смесь остыла до температуры 70 градусов, я сюда вливаю яйца. Я слегка перемешиваю яйца. И выливаю яйца в кастрюлю. Муку перед использованием я всегда просеиваю. Таким образом она насыщается кислородом и отделяется от посторонних примесей. Я добавляю муку по частям в кастрюлю. Я быстро перемешиваю. Медовое тесто настолько хитрое, что нам может казаться, что оно еще достаточно жидкое и мы будем добавлять муку. Но как только оно остынет до комнатной температуры, оно станет настолько твердым, что мы даже не сможем с ним работать. Поэтому здесь главный опыт и умеренность. Вот так я высыпаю сейчас тесто на стол. Оно сейчас совершенно кажется жидким. Мы посмотрим. Возможно муку я уже добавлять не буду. Все зависит от того, какого размера куриные яйца мы используем и от качества муки. Поэтому муки может быть немного больше или меньше. Я сюда добавлю еще совсем чуть-чуть муки, потому что тесто уже почти комнатной температуры, градусов 30. Тесто я вынесил. Оно еще липнет к рукам, если руки не подпылены мукой. Текстура уже вот такая. Смотрите, руки в муке, ничего не липнет. Я округлил заготовки для медовика, накрываю их пленкой, чтобы они не подсыхали, и раскатываю. Я выкладываю кусочек теста на хорошо подпыленный пергаментный листик. Сверху немножко смазываю мукой и раскатываю. Тесто очень мягкое, эластичное, прекрасно раскатывается. Толщина раскатки 2-3 мм. Если вы любите потолще, можно раскатывать толще. Я раскатываю абсолютно без усилий, потому что тесто очень мягкое. Обрезки теста я буду подсушивать в духовке и использовать для обсыпки медовика. Коржи уже почти все испеклись. Крем из сметаны готов. Вот он такой стал густой. Очень вкусный. Сейчас я высыпаю сюда сливочное масло, пока крем еще горячий. И масло должно полностью раствориться. Я перемешиваю крем, чтобы масло хорошо растворилось. Чтобы на креме не образовывалась корочка, я накрою его пленкой. Вот это крем. Вот именно вот так я накрыл крем пленкой, чтобы на нем не образовывалась корочка. Вот такие прекрасные пористые коржи для медовика получились. Смотрите, внутри у них много пор. Они очень легкие. Вот такие все красивые. Собирать медовик я буду на вот этом блюде. Я положу немного крема на само блюдо, чтобы самый первый корж, его донышко, тоже слегка пропиталось. Я знаю, многие скажут, это неудобно будет кушать, но самое важное, чтобы нижний корж тоже был хорошо пропитан. Весь крем впитается, и когда мы будем перекладывать его на тарелку, все будет идеально. Самый тонкий корж я кладу на низ, чтобы ему было легче всего пропитаться. Коржи я выкладываю донышком вверх, потому что у них пористая текстура, и чтобы во все поры заходил крем. Я распределил крем равномерно по всем коржам, для того, чтобы крема хватило на все коржи, и они равномерно пропитались. Еще есть часть крема у меня в запасе, для пропитки боковых сторон торта, и там, где не хватит крема, я еще добавлю. Я люблю очень сочный медовик, поэтому крема лучше положить побольше. У меня в руках остался самый последний, верхний кож торта. Я его укладываю аккуратно, и легонечко этим коржом придавливаю все остальные, чтобы они немножко прижались. И вот так аккуратно забиваем боковинки кремом. Самое важное, чтобы вот в этих всех зазорах был крем, потому что эти краешки, они очень мало получают крема, и если мы еще здесь слабо уделим этому внимания, край торта будет невкусным. Я протер часть торжика через крупное сито, и теперь для того, чтобы украшение было очень красивым, я это делаю именно через сито, вот так. Тогда слой посыпки будет равномерный. Посыпка на медовом торте делается сразу, как только мы нанесли крем, для того, чтобы крем не взялся корочкой, и торт был сочный и вкусный. Вот такой аккуратный, очень миленький и забавный, но в то же время очень утонченный торт медовик я сделал. Теперь самое важное, друзья, это лично мое мнение и мое правило, но торт медовик я буду кушать только через полтора дня, не раньше. За это время, сначала он, ночь у меня будет стоять без холодильника, чтобы крем хорошенечко пропитал коржики, потом его уберу в холодильник. И только через полтора дня мы начнем дегустацию. Именно через это время торт максимально раскроет все свои богатые грани вкуса, и мы насладимся им в полной мере. Друзья, торт медовик получился очень обалденным. Вот это все, что от него осталось. Начинаем пробовать. Пахнет очень классно, настоящим медом, как будто бы ты просто берешь и кушаешь мед ложками. Медовик получился очень сочным. Посмотрите, какие получились воздушные, легкие коржи. Я раскатывал заготовки для теста толщиной всего 2 миллиметра. Они прекрасно увеличились в объеме. Сочетание сметанного крема и медового теста, это классический вкус. Легкая кислинка сметаны прекрасно подчеркивает вкус медовика. Это обалденно и супер вкусно. Для того, чтобы подчеркнуть настоящий вкус медовика, я еще использую зеленый китайский чай. Это бомба. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите в комментариях все, что вы хотите сказать. Вот здесь ссылочка подписаться на мой канал. Вот здесь колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!